Всем привет! Я Мария Дегорская, мне 29 лет, и я... Валяй в оголик! Это мой уже третий марафон, к сожалению, только первый видеоотчет. Первый раз я стеснялась, второй раз я поленилась, на третий раз вот сейчас исправляю. Я из тех самых работающих бездетных женщин, которые делают карьеру в IT-индустрии. Кстати, рано утром 3 августа, когда это видео будет загружено для голосования, мне стукнет 30 лет. Так что это видео также своеобразный привет, мне более старый, от меня более молодой. Привет! Во время этого отчета я также буду показывать вам кусочки видео и фотографии, сделанные мной и моим супругом за эти два месяца, пока я бежала вместе с вами в марафон, для того, чтобы вы просто не устали постоянно созерцать мое прекрасное лицо. Теперь серьезно. Я знакома с валяевыми марафонами и книгами уже чуть больше года. Первый раз я прошла из любопытства, второй раз я получила марафон в подарок, третий раз, услышав про специальный поток для улучшения отношений с мужчинами, я пошла целенаправленно, чтобы достигать уже вполне конкретных для меня целей. На третий раз я могу назвать себя уже достаточно опытной марафонщицей, хочу поделиться несколькими выводами, несколькими фишечками о том, как можно сделать марафон более эффективным. Ссылка на вход в марафон приходит заранее, так что лучше воспользоваться этим заранее. Потом, конечно, будет несколько дней без заданий, на раскачку, но многим их не хватает, и включиться в уже бегущий поток, со всеми знакомиться, успеть и с той желанием написать, и цели правильно поставить, будет достаточно сложнее. У меня, по крайней мере, это было таким образом. С самого начала я всегда стараюсь познакомиться с как можно большим количеством девочек с потока. Конечно, невозможно поддерживать отношения со всеми несколькими сотнями участниц, но это позволит выбрать тех нескольких человек, с которыми бежать будет наиболее эффективнее и комфортнее, и которые будут наиболее близкими по духу, приятными лично в общении, возможно, даже из твоего же города, и можно познакомиться лично и поддерживать друг друга на личных встречах. Это очень сильно действительно мотивирует и помогает. Я поняла, насколько нельзя недооценивать этот инструмент при прохождении марафона. И для меня общение с девочками в этом потоке стало даже важнее и плодотворнее всех заданий и ежедневных отчетов. Отчеты, конечно, тоже важны. И важно не пропускать отчеты и выполнять все задания, еще и потому, что при пропусках можно просто не получить какое-то задание, возможно, именно оно было для вас тем самым заданием, ради которого вы все это затевали. Так что не стоит недооценивать этот инструмент, и стоит делать все, что в ваших силах для того, чтобы достичь своих целей. Ну и то, что я считаю самым главным лично для себя, это правильно поставленные цели, правильно сформулированные цели. Что значит «правильные» для меня? Это выполнимые в рамках марафона, где я действительно являюсь решающим элементом и влияю на то, выполнена цель или не выполнена. Например, сбеременеть или родить ребенка для меня такими целями не являются до окончания марафона. Например, выйти замуж, если еще на момент старта нет предложения, или даже если есть, это весьма примечиво, потому что бюрократия никуда не девается, и такие цели, скорее всего, не будут достигнуты, и поэтому будут больше расстраивать ежедневными отрицательными пометками «не сделала», «не сделала», «не сделала». Не мотивирует абсолютно. Сюда же относятся цели, которые можно оценить только единократно, сделала или не сделала. Например, что-то купить или достичь какого-то количественного результата. Потому что опять весь марафон вы будете писать каждый день «не сделала», «не сделала», «не сделала», «не сделала», «не сделала». И меня, например, это абсолютно не радует и не мотивирует. И когда я замечала такие цели у себя в предыдущих потоках, в этом такого уже, к счастью, не произошло, я просто меняла цель, и жить сразу становилось лучше, жить становилось веселее. Какие же цели для меня подошли? Для меня очень подошли цели, в которых я замахиваюсь на какой-то очень крутой, отсроченный результат, для меня очень желанный, но целью на каждый день является какой-нибудь маленький шажок в направлении этой цели. Именно так у меня появились формулировки «Ежедневно делать жизнь мужа счастливее», например, радовать людей вокруг, видеть прекрасное в обычном, уделять внимание физическому здоровью. И важно, что я осознанно не стала позволять себе отделаться галочкой «сделала, не сделала», а каждый день именно писала, что конкретно я сделала по этой цели. Некоторые девочки писали, что именно цели заставляли их каждый день задумываться о них и все же делать что-то прямо сегодня, не откладывая на потом. У меня же было наоборот. Вечером при написании отчетов эти самые цели давали мне понять, что даже если я специально о них не думала целый день, «О, мне же надо сделать мужа счастливее», «Я побежала делать муж счастливее», нет. Я считаю, что важно это именно осознавать. Мне каждый день все-таки приходило в голову, что я действительно сделала для этой цели и всегда находилась, что написать. И я считаю, что для женщины это особенно важно. Не столько делать большее, сколько научиться осознавать, что та малость, которую ты делаешь, это действительно важно, ты делаешь действительно много. Не жить на автомате, не обесценивать процессы, в которых ты вертишься, а действительно радоваться этому и понимать, что эти маленькие шажочки, они в конце концов ведут тебя к твоей мечте. Не могу сказать, что какие-то задания в этом потоке для меня оказались какими-то очень трудными, но полезных заданий, таких сложных, но полезных, было достаточно много. Например, я научилась разрешать себе траты на себя, чаще и конкретнее проговаривала с мужем свои переживания, свои желания, правильно научилась просить, ну, наверное, не то чтобы прям научилась, но стала делать это лучше. Очень важным и неожиданным для меня оказалось понимание того, что у меня нет никаких обид на отца. Для меня это было очень такое ожидаемое, очень страшное задание. Я его пропускала в первых двух потоках целенаправленно. Теперь я его сделала и очень боялась, что что-то вскроется, что я буду плакать, переживать, долго что-то писать, написать, кучу писем придется и так далее. Но ничего этого не было. Я перечитала то, что я написала, и поняла, что я просто перечислил факты, и внутри у меня нет никаких войн, никакой бури по поводу этого. Просто, да, вот такое было. Я его прощаю, я его понимаю, я его люблю как отца, разговаривать я с тобой не хочу, ну, давай на этом просто все закроем и закончим. И это действительно очень важный этап в моей жизни, и я рада, что я закрыла для себя этот вопрос. Я хочу обратиться к девушкам, у которых все хорошо. Привет! И если вы думаете, нужны ли вам всякие книги, марафоны, работа над собой, говорю вам, девушке, когда все хорошо, это самое время начать работать над собой, над отношениями. Потому что когда явно будут проблемы, и такого вопроса не будет, будет уже поздно. Исправить все, конечно, можно, но это будет дольше, болезненнее, и зачем это все вам надо. Так что именно поэтому, потому что у меня все хорошо, а меня часто спрашивали, Маша, у тебя же все так хорошо, у тебя так замечательно, такая классная семья, ты путешествуешь, зачем тебе нужны эти все марафоны? Вот за этим они нужны, потому что хочется на этом не останавливаться, хочется двигаться дальше. А как вы помните из «Алиса в стране чудес», когда королева Алисе говорила, если ты хочешь оставаться на месте, нужно очень быстро бежать. А если ты хочешь куда-то попасть, то нужно бежать еще быстрее. И я хочу куда-то попасть, поэтому я очень благодарна марафону, тому самому пинку, который позволяет мне бежать еще быстрее, делать это эффективнее. И в конце я могу сравнить, где я была, куда я пришла, и вижу, что я действительно двигаюсь, что я бегу достаточно быстро, чтобы мои ноги несли меня туда, в страну мечты, где я буду счастлива. Мои итоги этого марафона. Я понадобится путешествий. И за эти два месяца в моей копилке появились еще четыре путешествия. Это неделя удаленной работы в Стокгольме, с которой все началось в начале июня, выходные в Таллине, потом любимый муж переплыл Волгу в Нижнем Новгороде, а потом еще из Азии в Европу через Босфорус и гонул в Стамбуле по участию в международных соревнованиях. Сейчас мы готовимся уже к пятому, к следующему нашему путешествию. Это будет автопутешествие из Петербурга к Адриатическому морю и обратно. И пока супруг собирает медали, я не скромно могу сказать, что всего этого могло бы и не быть, если бы я не работала над собой, над нашими отношениями, не относилась с пониманием к его внезапным увлечениям и не поддерживала его. Так что сейчас я стала гораздо счастливее, я стала спокойнее, я стала получать еще больше внимания от своего супруга, еще больше подарков. И, скорее всего, не последнюю роль в этом сыграло то, что я научилась об этом просить и говорить об этом вслух. Итогом же всех трех марафонов и прочительных книг стала моя прекрасная дружба с несколькими девочками, с которыми вместе бежали. Девчонки, привет! Спасибо вам огромное за то, что вы есть. И еще куча девчонок, с которыми мы общались, но не являемся подругами. Я очень надеюсь, что мы не потеряемся и что мы продолжим общаться. Что самое главное, после первого марафона я получила предложение, после второго марафона я вышла замуж. У нас было великолепное свадебное путешествие мечты. Сейчас я работала над укреплениями этих отношений. И как итог третьего марафона у меня сейчас есть еще больше планов и есть четкое понимание того, что очень многое от меня зависит и мои планы достижимы. Спасибо всем, кто досмотрел меня до конца. Я принимаю ваши лайки в качестве поздравления меня с 30-летием. Всем любви, счастья и исполнения ваших самых главных, самых сокровенных желаний. Всем мир!